Всем привет! С вами Диана Суворова и сегодня совершенно нетипичное для меня видео, потому что я снимаю антифавориты. То есть я рассказываю о той косметике, которая мне не понравилась. Это первое видео на моем канале такого формата. Вообще оно выходит вместо топ-5 фаворитов за август, но я их как-то не насобирала. За это время, поэтому решила снять видео об антифаворитах. Это видео, это лично мое мнение. Если мне не понравился продукт, если он мне не подходит, это сугубо только потому, что он мне не подходит. Возможно, он подходит вам и мне будет всегда интересно услышать ваше мнение по всем продуктам, которые у меня здесь есть. И начну я, скорее всего, с ухода, а декоративную косметику оставлю на потом. Поэтому, если вам интересно, какие у меня антифавориты, продолжайте смотреть. Недавно я заказала себе гидрофильное масло. Очень долго выбирала себе на сайте. Очень хотела какое-то корейское, хорошее. В общем, заказала, ждала его где-то месяц. И, наконец-то, оно ко мне приехало. Это гидрофильное масло от марки Innes Free. Корейский бренд, очень известный, и на нем было написано, что оно с запахом зеленого чая. А я обожаю запах зеленого чая, обожаю все, что связано с зеленым чаем. Зеленый чай-десерт, все, что мазать на тело, неважно. Я люблю этот запах. Но этот запах реально тухлой рыбы. Я использовала вот столько, я уже и нос закрывала. И что я только не делала, но он пахнет тухлой рыбой. Слушайте, может это только у меня, если кто-то пробовал, поделитесь своим мнением об этом средстве. Потому что, на самом деле, оно хорошо удаляет макияж, оно смывает классно косметику. Мне все нравится, глаза, пленка не появляется в глазах. Но его запах просто убивает все. А хотя на нем написано, в зеленый чай. Я не понимаю, в чем проблема. Средство, которое мне тоже не подошло. Я его купила, когда летела в Португалию, в Дьюти Фри. И это средство от Лореаль. Молочко или крем для снятия макияжа. Да, тут написано, что оно для сухой кожи. Я думала, что как раз то, что мне нужно. Однако, оказалось, что оно слишком липкое. Оставляет жирную пленку. Макияж нужно сильно тереть, чтобы его удалить. В общем, я не знаю. Так с ним и не подружилась. В продаже его, кстати, не видела ни в России, ни в Украине. Скорее всего, это только продукт для Дьюти Фри, возможно. Но оставлю его на зиму. Может быть, попробую его использовать зимой. А так, уж слишком оно увлажняющее, мне кажется. Еще одно средство, которое я очень ждала долго. Прямо вот мечтала его попробовать. Это вот такая вот серия от The Body Shop. Скраб для тела. Это скраб у меня с солью мертвого моря. У него шикарный аромат. Просто прекрасная упаковка. Аромат тоже шикарный. Просто невероятный. Но на самом деле, очень странное средство. Я люблю, когда я чувствую скрабирующие частички на теле, чтобы они хорошо массировали все. Однако здесь вот эти частички какие-то очень мягкие. В общем, с ним приключается такая история. Я люблю сначала помыть голову, нанести бальзам и потом уже мыть тело. Например, скрабом. И что я делаю? Я скрабирую тело. Потом я все смываю. Тело становится настолько жирное, липкое. Масло растекается по телу. Я начинаю смывать бальзам, который у меня на голове. И все волосы становятся моментально тоже жирные. И смыть это все невозможно. Я не знаю, в чем в нем проблема. У меня есть любимый скраб для тела. Например, вот из этой вот серии это пинаколада. С ним такого нет. Все смывается. Ничего жирного не остается ни на волосах, ни на теле. Прекрасно тело скрабируется. Но вот с этим что-то не то. Здесь осталась у меня еще целая банка. Что с ним делать и куда использовать, тоже не знаю. Еще одно странное средство для тела. Я люблю всякие масла для тела. Люблю наносить масло, например, на увлажненную кожу. Даже скорее мокрую, чтобы масло впитывалось и не оставляло каких-то жирных следов. Так вот, я как раз купила, будучи в Америке, такое средство вазелин. В общем, это масло для тела, которое должно придавать сияние и увлажнение. И тут написано, что оно очень быстро впитывается и не оставляет липкого, наверное, ощущения. И я наношу его на тело и на мокрое, и на влажное. Оно очень жирное и одежду даже невозможно сразу надеть, потому что оно просто все в масле. Я как только его не пробовала использовать, у меня не получилось. Единственное, использую его, когда надеваю, например, юбку короткую или какие-то, ну, чтобы была открыта голень. Наношу его на голень и тогда все красиво блестит. Но не дай бог я дотронусь до какого-то дивана или до какой-то мебели. Все будет в этом масле, так что мне нравится. А еще одно средство, это уже средство для лица, это мист от Бионт. Я так думаю, что это типа термальной воды, но термальная вода должна освежать. Эта термальная вода оставляет какую-то липкую пленку на лице. Я не понимаю, зачем это нужно, зачем это сделать вообще. Следующее средство, это мицеллярный гель от Сифоры. У него какой-то бешеный расход. По идее, оно смывает макияж, я его наношу на батный диск и смываю макияж. Смывает макияж нормально, но у него какой-то ненормальный расход. То есть я его, может быть, пару раз использовала, и у меня уже нету половины. То есть, в общем, деньги за это второй раз платить не хочется. Ну, может быть, разве я использую в какой-то поездке и все. Один очень нашумевший продукт на американском ютубе – это вот такое волшебное средство для волос, которое называется Eat Stem. То есть, Miracle Live In. Это несмываемый уход после того, как вы помойте голову, вместо кондиционера или после кондиционера. Оно должно. И легкое расчесывание, и протеины там содержатся, и волосы оно делает шелковистыми. В общем, тут перечислено 10 пунктов, после которых ваши волосы превратятся в волосы принцессы. На самом деле, от него жениться голова сразу, буквально там на следующий день. Поэтому, я не знаю, стоило оно бешеных денег, по-моему, 30 долларов, мне кажется. И, в общем, оно, по-моему, не стоит. Итак, категория декоративная косметика. Здесь не так много продуктов, но почему-то любовь у меня с ними не сложилась. Я тестирую очень много декоративной косметики. И просто вот какое-то немереное количество. Но есть продукты, которые действительно не подходят мне. Ну, возможно, это только мне. Давайте начнем. Итак, у меня есть две нелюбимые туши. Одну я недавно, кстати, показывала во влоге. Кто-то писал мне, что им очень нравится. Это тушь от Maybelline. Прости, Maybelline. А у меня здесь, кстати, две туши от Maybelline. Не знаю, почему, но вот с этой тушью не сложилась у меня любовь. Ее нет в Украине, нет ее в продаже. Я знаю, что она есть в России или в мире. Итак, что мне в ней не нравится? Во-первых, тут какие-то очень супер колючие палочки, которые, когда я прикасаюсь к глазам, они колят мне веко. Причем очень противно и неприятно. Также эта тушь делает из ресниц какие-то палки. В общем, нету, не знаю, мне кажется, они становятся толщиной, не длиннее. Не знаю, мне нравится эта тушь, хотя, в принципе, она не осыпается, не пачкает мне веко, в отличие от вот этой туши Maybelline. Это у нас вторая версия моей самой любимой туши Lush Sensational. Это тушь с маслами. Она экстра черная. Прям вот у нее щеточка немножко другая, не такая, как у первой версии розовой. Она экстра черная, какая-то очень маслянистая на самом деле. И за счет этого она, когда я улыбаюсь, отпечатывается у меня везде. Она как-то плохо застывает, поэтому глаза панды в течение дня или к концу дня мне обеспечены. Не знаю, может быть, это только у меня, так вы мне расскажите про эту версию, мне будет интересно. Еще одно супердорогое средство, которое я вообще не поняла, зачем потрачены были деньги на это, это средство Buff Off от Benefit. Это вот такой вот странной консистенции утюжок, который хорошо, в принципе, охлаждает зону под глазами, имеет такую розовую консистенцию, приятную. То есть он должен убирать мешки под глазами, немножко эту зону подготавливать к нанесению консилера. Однако он дико скатывается, то есть я его наношу, и он же распределяю, и тут же это средство скатывается под глазами в такие небольшие катышки, и все. Вообще не понимаю, зачем это сделали? Мне не нравится. Еще одно средство. Это уже кисточка, которую, кстати, очень многие любят. Это кисточка Зояба для бровей. Прям ее описывают как самую лучшую кисточку, которая только может быть для бровей. Но она очень широкая, очень толстая, и совершенно не маневрена. То есть делать ей изгиб совершенно невозможно. Ей можно поставить только пятно. Не знаю, для стрелок она тоже не годится. Не знаю, за что ее любят. Я всегда, когда заказываю наборы, она у меня всегда лежит без дела. Я даже не могу ей никакого применения найти. Ну, разве что может подвести нижнее веко и то. То есть это у меня кисточка Аутсайдер всегда. И, кстати, у Зоева есть очень удобная кисточка, которую я использую и для бровей, и для подводки. Это очень тоненькая, маленькая кисточка. Я вам вот здесь вот номер оставлю, подпишу. И вот она, кстати, суперудобная для всего. А вот эта для бровей не уверена. Так, Аутсайдер у меня в личном рейтинге, в тональных основах стоит вот это средство от L'Oreal. Это у нас Альянс Перфект Дженниус. Это крем-пудра. Так вот она выглядит. К сожалению, это пудра или крем-пудра, или тональная основа, которая призвана заменять тональный крем и консилер. И, в общем, самое лучшее. К сожалению, мне она не подходит. На своем лице я вижу ее. Она не сливается с кожей. Она подчеркивает шелушение. И совершенно мне не нравится. Расскажите, как у вас, с ней любовь сложилась или нет. Я иногда ее таскаю в сумке, ну, разве что немножко подправить макияж или использовать зеркальцем. Это, в принципе, дело. Так, антифавориты приближаются уже к своему завершению. Я вам хочу сейчас показать кремовые тени, которые мне не понравились. Я вообще не знаю, как ими пользоваться. Это у меня кремовые тени от Avon. Здесь очень красивые оттенки. Вот прям такой зеленый, фиолетовый, аквамагиновый. Тут у меня есть графитовый. Но это же кремовые тени. Avon кремовые тени. Они должны быть кремовые. А эти практически похожи на какие-то каменные, не знаю. То есть, вот это все, что набирается на палец и как-то плохо передается. Не знаю, мне кажется, Avon стоит еще потрудиться над вот этой формулой. Они не набираются, не растушевываются. Хотя цвета были очень красивые, когда я их получила. Вообще была в восторге. За исключением одного оттенка. Это вот этот цвет шампанского, который можно использовать как подложку под тени. И у него очень приятный оттенок. У меня есть еще аутсайдеры в кремовых тенях. И это кремовые тени от Maybelline. Это кремовые тени в стиках Color Tattoo. Эти стики, по-моему, они еще не представлены ни в Украине, ни в России. Я их заказывала примерно, не знаю, полгода назад. У меня было видео про мои американские покупки. Я возлагала на них большие надежды. Потому что кремовые тени в шайбочке Color Tattoo – это must-have вообще всех времен и народов. Это очень стойкий продукт. У них очень красивая линейка цветов. Версия в карандаше должна была быть супер-мега удобной. Тут у меня фиолетовый, немножко розовый цвет шампанского. И что я могу сказать? Пигментация у них ужасная. То есть они вообще слабо пигментированные. Я нанесла, растушевать я их тоже не могу. Они сразу скатываются в складку. Я не знаю, в чем проблема. Я, кстати, очень жду обновленную версию. Это жидкие тени, тоже Color Tattoo. Я думаю, что они скоро должны появиться на рынке. И надеюсь, они будут намного лучше. Потому что эта версия, к сожалению, мне не понравилась. Может быть, кто-то пробовал. Расскажите мне, что вы с ним делаете. Потому что даже как подложка под тени, они не годятся. Ну что же, это были все мои антифавориты. Старалась как могла, собиралась их для вас. Если, кстати, вам понравился такой формат видео, обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Пишите мне в комментариях. Погоду собирать их для вас еще и делиться своим честным мнением. И спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, потому что скоро новые антифавориты. И увидимся очень скоро. Новых видео. Всем пока.